Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok И это как раз и помощь, которая была конче нужна. Мы заехали туда без пригоди, уже когда вернулись назад, ехали в Луганске село, чую сзади, бах-бах, так дивлюсь, уже начали обстреливать. Мы, если бы на минуту остановились, то мы бы уже або не выехали, або попали под обстрел. И поэтому дорогу молились. В 5 часов вечера мы имели литургию с отцом Иваном на квартире, где мы служили. Молились за счастливую дорогу, чтобы мы доехали и вернулись. И поэтому я думаю, что эта молитва сейчас конче нужна нашим славным воинам, которые есть там, которые каждый день под обстрелом, которые каждый день ценой своего здоровья и жизни берут нас в мир и спокойствие. И поэтому мы с отцом Иваном домовилися в середу, потому что он сейчас едет по помощи для наших солдат, или Словаччину, вернулся сюда и мы едем с этой помощи туда. И будем там, где-то в течение времени, пока там нет возможности, потому что я еще на селе, на парафии. И позже тоже дякую нашим славным шутковым хлопцям из Америки, которые собирают помощь нашим хлопцям из правого сектора. Бо старшина Розвідрот, вернее, командир Розвідроти, друга Тилова, Варера Чоботар. Мой давний друг, еще из 96-го года мы дружим. И я ему обещал привезти тепловизор, привезти нічные прицели, нічные бинокли, бинокль с лазерным миром. У нас оно очень дорого, в Америце оно виходит дешевше, и поэтому хлопцы там в Америце шукают, собирают, переселают. И я эту помощь уже отложу на протяжении полтора, когда он имеет возможность, между выполнением своих обязанностей, как воинского священника. Поэтому всем дякую, дякую и тем же славным нашим жертвователям, которые откликнулись. У тот листок, который мне передали, он будет постоянно стоять на престоле, и я постоянно буду молиться за них. Что они знали, что хоть такий способ, я буду дякувати Богу за них, что они не байдужи, что они співчувают нам, что они співчувают тим, кто сейчас там таких тяжких бедей. Знаете, скажу честно, найтяжче было у меня, когда я был капеланом Господа в Дніпропетровском. В первый день мне зловило сердце, я начал падать в обмороки, потому что привезли, как раз в той день привезли было 30 чимось хлопцев без рук, без ніг, покалечених. Так подивився и сразу, знаете, все пройшло. Но когда ты видишь на этих детей, то страшно. Когда я ездил домой, то 40 чимось хлопцев привезли, и от завезли на каталице хлопца без ніг. А холодно так. Дивлюсь, один сидит, трясется весь. Я говорю, а что тебя же не забирают? У него разрушена нога, голова и разрушена рука. Я говорю, что ж тебя не забирают? Я не знаю. Иду туда, пытаться, чего не забирают. Я являюсь, что одна каталка. На этой каталке лежит хлопец без ніг, а уже нет лежок, где ставить поранене. Вот так само хлопцы дадут правду. Скажу, что в Словянске стоять волонтеры бусами. Двухсотых привозят из-под Вальцево швидки. И грузят этих двухсотых на бусы волонтеров. Дуже шкода, что держава не имеет силы или смоги сама обеспечивать. Но нет рады. То, что мы имеем. Дякую, что я волонтеры. Потому что я, когда приехал первый раз до армии в тревенье, я с 95-й бригадой больше співпрацював с житомирскими десантниками, то мы остановились на одном блокпосте. 30 человек ни одного бронежилета, ни одного каски. Потом уже, когда я был на гвардии в серпне, тоже там месяц я с ними был, по Словянскому, то уже было трошки хорошо. Но благодаря волонтерам в этот период времени волонтеры армию обеспечили таким самым невыходным всем. И так, против Бога, знаете, я на сколько был захоплен, что у вас будет так много волонтеров. У нас в монастыре как-то так не так, как бы хотелось. И поэтому молиться за своих волонтеров. Не только молиться за тех, кто там. Но и за своих волонтеров, потому что они делают очень важную вещь. Вчера в Тернополе ховали одного бойца АТО. И так стою, пускаю слезы, думаю, Боже мой молодой хлопчина. А он же поклав своё життя в борьбе за Украину. Но благодаря таким, как этой хлопчина, мы победим. И мы становимся тою государство, про которую мы мечтали наши славные предки, протоколе веков. Отож, еще раз дякую всем тем, кто приехал в этот подарок. Буду молиться за вас всех. А вы молитесь за нашу Бог. Он давал нам возможность дать эту духовную пику нашим славным воинам. Христос народился. Вам за славу и дорогу. Дякую. Мы посетили авто. Отец еде на АТО. Через Снежин, через два, через месяц приезжайте. Тим самим автом. Живи, здоровьи. Это самое главное. И что еще? Хотелось бы подкреснуть то, что отец говорил. Феномен украинского народа. Делится останнім, чем имеет. И мы все прекрасно понимаем, что люди сделали то, что на данный момент есть. Что дальше никто не просуга. И как отец вспомнил, за нашу владу, за нашу державу. Ну, я не знаю. Кожен має свою думку. А может, та влада, и без разницы, кто будет там сидеть, Порошенко, Путин, Обама, или кто, чтобы их не збереглося. А люди сказали, что нет. Мы хотим воли, мы хотим независимости, даже ценой крови. И поэтому, как отец говорит, каждой службы Божьей молимся за всех воинов, молимся за тех, кто работает и помогает воинов, чтобы Бог благословил. И на самом деле, их работа была на славу Божию и на користь людям. Еще бы, как наименше, было бы слез, кровь и горя. Думаю, в співпрацей с Богом будет все равно. Поэтому молимся, Бог благословил. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok